Майка портфель двухсторонняя. Ее можно носить с двух сторон и в результате вы получите два абсолютно разных изделия. И стороны могут быть контрастными. Цвета нити не просто смешиваются, а создается эффект просвечивания цветов. Это платинг. Платирование это двухцветное вязание на одной фонтуре. Лицо изнанка вяжется как обычно, но имеет разный цвет. Это достигается параллельной прокладкой двух нитей. Чтобы связать такую майку, сначала необходимо убедиться, что ваша вязальная машина имеет возможность вязать платинг. То есть имеет дополнительное отверстие в нити водителя или специальную платировочную насадку. Посмотрите в инструкции своей машины и убедитесь в том, что это возможно. Изделие связано на одной фонтуре и рассчитано не на самых начинающих, а на тех, кто уже вяжет. Потому что в изделии придется вязать кропотливый узор и разноуровневые разрезы. Вам понадобится подгонка длины изделия, подвыточку. Кроме того, узоры кулирка имеют разную петельную пробу и придется для них делать разный расчет. В мастер-классе я покажу хитрость, как разделить схему вязания на части, чтобы расчет проводился по прямоугольникам. То есть кривые линии в изделии есть, а расчета кривых линий нет. Изделие это выглядит гораздо сложнее, чем вяжется. У него минимальные расчеты, нет сложного моделирования. За основу мы берем длину, ширину изделия, глубину проймы и ширину горловины. А остальное получаем исходя из узора, количество которых является постоянным, константой. Задача правильно распределить полосы узора, чтобы они четко попадали на плечи. Расчет проймы и горловины выполняется по прямоугольнику. Однако, применение небольшой хитрости позволяет придать им плавные закругления. Особую красоту и нежность дают узор. Его взяли за основу и именно под него придумывали майк. Узоры на базе резинки вяжутся на одной фантуре. Учитывая назначение резинки стягивать полотно, мы использовали это свойство в конструкции майки. И таким способом кардинально упростили выкройку, расчеты и вязание. Но с узором придется повозиться, хотя он связан на одной фантуре. В мастер-классе я покажу, как получить аккуратные вертикальные полоски противоположного цвета на лицевой и изнаночной стороне. У майки плечевые швы отсутствуют. Узор спереди переходит на спинку и так как нет плечевого шва, сшивание не разбивает элегантный и изящный узор, на вязание которого вы потратите много времени. Узор несложный, но потребует внимания и аккуратности. Каждый элемент имеет перевитие в разном направлении. И чтобы не запутаться, я вам покажу прием, который позволит избежать ошибок в вязании. К тому же мы вяжем на одной фантуре и проще этот узор контролировать визуально. Это изделие свободное, поэтому при вязании допускается небольшая погрешность по ширине или длине. Не требуется большого опыта снятия мерок, как нет и сложных измерений, типа ширины спины или высоты груди для определения выточек. Я показываю способ замены частичного вязания выточек более простым способом, который не сбивает узор и гораздо проще в исполнении. В мастер-классе дается построение индивидуальной выкройки. Я не использую готовые шаблоны или лекала. И не буду рассказывать, как начертить выкройку на бумаге в натуральный размер. Я научу вас строить простую схему для вязания от руки. Это быстро и просто. Мой любимый прием выточек без частичного вязания. Он идеален для изделий тонкой пряжи и позволяет не сбивать сложный орнамент или полоски. Разрез майки оформлен в виде небольшой арки, что позволяет сделать плавную окантовку планочкой. Эта мягкая планка не утяжеляет майку, но не дает ей оттопыриваться и позволяет плавно спадать майке без заломов. Это идеальный способ для летнего изделия, который не дает краю закручиваться, но и не создает уплотнения. Специальные планки, вывязанные платингом, хорошо уплотняют и держат форму. А также имеют идеальное совпадение цвета и не бросаются в глаза, как если бы мы использовали другие приемы. Применение разреза позволяет использовать майку в виде туни. Также подходит к любой фигуре и стройнит, визуально делая ширину бедер меньше. Горловина майки выполнена простейшим расчетом, но при вязании вы получаете плавный овал нужной глубины. Несмотря на широкие бретели и отсутствие плечевого скоса, майка идеально прилегает по всей длине проймы за счет стягивания узора и плотной планочки. Идеальный скос плеча, при котором не происходит провисание проймы, при том, что нет плечевого шва. Плотное облегание проймы без оттопыривания подмышкой. Отсутствует складка под рукой. Обычно такая складка говорит об отсутствии выточки. Ширина бретели формируется по размеру узора, но можно делать и шире. Вы свяжете оригинальную летнюю майку, глядя на которую сразу понятно, что это авторское изделие. Вы получите новые навыки вязания. Узнаете много хитростей, неизвестных начинающим вязальщицам. Я поделюсь с вами своими собственными фишками, которые позволят вам в дальнейшем создавать другие дизайнерские изделия с минимальными затратами времени и сил.